Я сегодня была на бьюти-процедурах. Приехала сейчас с них. Сделали мне реснички, коррекцию и брови. Они сначала очень яркие, но со временем, пару дней... Что ж такое не могу устроить? Пару дней и получше такие, посветлее они будут. Я заехала по пути, был вкусвилл, было место на парковке, я думаю, о, надо заехать. Купила камбучу. В Ашане она по 100... 6 или по... По чему, или по 80 с Ашане. Кто? Камбуча. 100 с чем-то, а это 90 с чем-то рублей. Можно тоже, бывает. Ну, бывает так. Я взяла с красным виноградом. С красным виноградом, а это темнее как. Светлее, странно. Холодник, сейчас попробуем. Еще взяла с вишней и взяла с медом. Вот такие вкусы. Получается, там чуть-чуть выгоднее, чем в этом, в Ашане. Очень вкусные вахты без пальмового масла. Вот такие с кокосом. Просто нежнейшие и сливочные. Взяла три упаковки. Запрещенки. Такие колбаски. Попробовать. Колбаски для жарки бекони с сыром. 350 грамм. 5 штук здесь. Выглядит аппетитно. Аппетитно, вкусно. С моцареллой даже. Ничего себе. Вкусненькие. Вакуумные упаковки. Потом, там еще есть товары со скидкой 40%. Я взяла там голени за 270 рублей с печеным лучком. Так написано, лучком. И 190 рублей со скидкой были котлеты пожарские. Типа по-киевски. Там внутри маслица. 4 котлетки за 190 рублей. Попробуем. А, и вот еще взяла. Соус томатный. 100 рублей с чем-то стоит. Родные продукты. Город Москва. Шашлычный. Без усилителей вкуса и ароматизаторов. Думаю, тоже должен быть нормальный. На дачу возьмем. Все. Когда раньше вкусвилл был поближе, я помню, очень часто заходишь. Там бывает рыбка красная. Бывают всякие продукты со скидкой минус 40, у которых еще 3 дня срок годности. Прям очень выгодные предложения. Но сейчас вкусвилл далеко от нас. И мы там бываем не так часто. Купила в Ашане вот такое мыло. Просто потрясающее. Называется Эль Косметикс. Во-первых, смотрите, как оно красивое. Просто невероятно. Мыло ручной работает. И оно просто потрясающе еще пахнет. Даже через упаковку. Что-то какая-то распродажа была. Стоило кусочек то ли 40 рублей, то ли 50 рублей. Но не дороже обычного мыла. Но это просто что-то волшебное. Посмотрите, какая красота. У нас... Я вообще люблю гели для душа. Артем любит именно мыло вот такое кусковое. Покупает самое вот обычное. И решила взять попробовать вот такую красоту. Я вам рассказываю, что я работала в магазине Ревгош. Кто не знает, я работала в магазине Ревгош много лет. С 2008 года с перерывом на два декрета. Вот. И там в Ревгош была у нас марка. называлась она Fresh Line. Это был такой островок в Триумфе, когда я работала, такой в середине островочек. На нем продавалось мыло на развес. На развес были маски для лица. Кремушки какие-то. Ой, просто невероятно. Мне нравится. А, лошадь. И там вот такое мыло продавалось. То есть оно привозилось в магазин таких баррикетах, как мороженое. И какой кусочек отрезалось на развес. Там стояли весы. И продавали. Там девчонки специально отвечали за этот отдел, за эту марку. И продавали вот это мыло. Шупут, соль для ванны была, мыло твердое, маски. В общем, все. Называлось это позиционировалось как натуральная косметика. Я когда вот в Ашане увидела вот эту мыло, очень мне напомнила марку Freshline. Возможно, сейчас в Ревгош тоже продается Freshline. Возможно, кто-то из девчонок смотрит меня, кто-то уже сотрудницы Ревгош или раньше работали в Ревгош. Вам привет. Слушайте, обалденно. Ароматы разные. Как будто это море, морская волна. Зелененькая мне даже больше нравится. Будете в Ашане, зайдите купить себе такое мыло. Восторг. Я обожаю вкусные лапки. Волшебство. Поделюсь с вами немножко планами нашими. Гришули скоро день рождения. У нас активная подготовка. Подготовка податка. Подготовка организации праздничного стола, детского дня рождения, взрослого дня рождения. Приятные хлопоты. А потом сразу после Гришиного дня рождения мы едем в отпуск. Я вам рассказывала, куда мы едем в отпуск. Обещала с вами делиться. Так вот, мы вообще изначально хотели весь июль уехать в путешествие. Прям сесть, поехать по городам Волгоград, Краснодар, Новороссийск и так далее. Потом мы подумали отметить все-таки день рождения Гриши здесь, то получается нечестно. Кирюшкина мы отмечаем, а Гришин мы не отмечаем. Пути у нас остается. Отмечаем 9 числа и дальше отправляемся в путешествие. И мы решили ехать прямо сразу в Грузию. подумали и решили побыть в тех местах, где мы еще не были. Где мы были. Это Тбилиси, Сванетия, Мести, Рача. То есть там еще очень много прекрасных мест, где мы не были. И, конечно же, съездить в Батуми, потому что это уже, можно сказать, город, который в нашем сердце. Это частичка уже нашей истории. сняли уже там дом. Тот же дом, где мы жили. Ну, не дом, а номер в этом тоже. Вот. Поплавать на море и совместить с прекрасной Грузией, прекрасным Сокартовелло побывать там летом. Летом мы не были. Мы, получается, были с осени по весну, а летом мы не застали. На самом деле Сокартовелло прекрасно в любое время года, но летом тоже хотелось побывать. Так что отмечаем Гришин день рождения, доделываем дела, доделываем работу и отправляемся в путешествие. До конца июля мы будем путешествовать, показывать вам прекрасные места, прекрасные уголки Грузии, ну и будем еще по России тоже проедемся. Вот такие у нас планы. Можно сказать, мы едем, ну заранее у нас не сильно забронировано, только в Батуми у нас уже в последней неделе забронировано, так до этого у нас мы пока пути будем определяться, где мы будем жить. Давайте покажу, что мы купили в Галамарте, не часто там бываем, но там какие-то прям скидки, вот за 29 рублей купили 10 шариков или 25 рублей, там разные цвета. Дальше 100, 150 рублей. Сколько чернитель, Тем, 150? 149, по-моему. До этого Артем покупал в экспрессе, назывался Грасс. Вот раз попробовать решил вот этот. Дальше я взяла для бутербродов шпажки. Что же рублей 30 они по-моему стоят. Дальше. Крюш, ты можешь пойти туда в комнату или в зал, пожалуйста? набор видите чего? Отправила Гришане, потому что тут его подарки на день рождения. Так, пока Гриша ушел, это фикс-прайс мы купили. Вот такой наборчик ему понравился, я тихонечку купила. И вот такой наборчик. Этот 150, а этот 199. Что порисовать? Творчеством заниматься. А это, помните, я вам показывала этот, короче, пиньяту будем наполнять вот такими штучками. Яичницы на сковородке. Вот такие чупа-чупсы. Это все Галамарт. Цифра 7. Чупа-чупсы. Маленькие, видите, маленькие масики. Шпажки взяла. Вот такие мини-шампура. Вот такие штучки. Что это? Кислый страйпс. Все, нет, вот Артем еще купил зарядку блок. Надеюсь, что она хорошего качества. Ой, а мы что, двое свечей? А, я взяла двое свечей, потому что здесь 6, а Грише 7. Вот, 7 свечек. Вот, вспомнила, зачем взяла две. Вот такой блок. Говорит, хороший. Почти как оригинальный. 20 ватт. А ты знаешь, что его до тебя открывали, потому что коробка кверх ногами. Ты открывал 4 ампера, быстрая зарядка. По-моему, 500 рублей он, стоит? Нет, А, 350. 349, значит, вот точно. В общем, сейчас мы его заберем на дачу. Ну и так, по мелочи, что у них там интересного. Давайте посмотрим в Галамарте. Так, 29 это июнь, нам уже не интересен. Что тут еще? В общем, всякие такие мыльные пузыри, пистолеты, все для дачи, для огорода, для рыбалки. Вот такие вот акции у них тут. Покажу вам, может, кому-то будет интересно. Так, все это я сейчас буду умирать в надежное место. Решание себе. В Галамарте купил вот такой набор. 99 рублей стоит. Называется Финик набор для творчества пластилиновая аппликация. Так, там тупак у нас пришел. Так, смотри. Теперь нужно брать, открывать свет и надо закрашивать. Здесь зелененьким надо лепить, здесь оранжевым лепить. 1, 2, 3, а желтеньким вот это лепить, видишь? По цифрам. Специальные палочки ими вот так размазывать, рисовать. Какой этот цвет первый? Первый цвет. Вот он тебе показан, какой номер. зеленый вот здесь и вот эти зеленые вот здесь надо замазывать. Получается, картина по номерам, все белое надо закрасить и из пластилина. Пластилиновая картина по номерам. Видишь, у тебя столько конопушек. Такие красивые. Красота какая! Прижимай, прижимай. Так, пальчиком нажимай сильней. Вот. Ты нажимай, смотри, вот так растаскивай в разные стороны вот так, приплющивай. Вот, вот так пальчиками прям рисуй. Смотри. Ты можешь пальчиками двигаться. Ой, ой, Гриша, извини. Я колбаску здесь отрывала. Ну, ты пальчиками дорисуй. Можешь, давай, дорисовывай. Артем заезжал на рынок, заказывал мясо, забрал. Это шея или шейная часть. Много килограмма три. Вот такой большой кусок. Я так понимаю, еще это подарок положили вот в таком кусочке. Он такой продавец хороший. Он еще всегда что-нибудь кладет в подарок. Или кусочек сала, или кусочек мяса. В общем, такие бонусы. Вот. Будем на даче на выходных готовить вкусные шашлыки. А мы как-то брали у этого же продавца шейную часть. Не шею, а шейную часть. Такой получился обалденный шашлык. Просто пальчики оближешь. И вот это мясо, оно не как это называется? Бывает свинина. Подскажите мне слово, как называется. Не производственное, промышленное, что ли. А это домашняя свинина. Где-то они там по деревням закупают. В общем, мы не первый раз берем вкусное, действительно вкусное мясо. И овощей Артем взял. Тоже картошечки молодой. Не знаю цены, он один ходил. Лучок. Это мариновать шашлык будем мы. Редиска. Кабачок, баклажаны. Чесночка, смотрю, взял пару. У меня такая рука уже загорелая, кстати. Я только с моря обычно так приезжаю. Это мы на даче так часто. Я смотрю, у меня руки так загорели, ноги загорели. Ничего себе. Так, ладно, вернемся. Это помидоры, огурцы, кукуруза. Молочная, по-моему, будет вкусная. Вот это просто бомба, пушка, петарда. Это невероятные нектарины, которые я таких вкусных в жизни не ела. Это просто мед. Может быть, мне попадались, или я чаще всего не на рынке, а в Магните покупала, или в Ашане. Это просто сказочно вкусные нектарины. Потрясающие. Просто потрясающие. И черешню он взял. Она в холодильник, конечно, уберу, ее тоже на выходные оставим. Черешня сейчас хорошая цена, 300 рублей, 350 килограмм. Черешня вся вкусная, вот то, что мы на рынке берем. А, смотрю, еще баклажаны взял. Можно будет, знаете, что сделать? Сделать вот такими полосками, обжарить, сделать баклажановые рулетики. Или лазат, салат, тоже очень вкусно. Вот, перчики волгарские. Вообще, мне летом нравятся цены на овощи, просто кушать не хочу. И вот такой еще перчик, не знаю, острый или нет, тоже взял. Так, все сейчас мы уберем и на дачу, на выходные отвезем и приготовим вкусный-вкусный шашлычок с овощами, с фруктами. Будут у нас, будут у нас прекрасные выходные. Вкусные и прекрасные. Ребята, познакомьтесь, у нас новый член семьи единорожка. Как его зовут? Как его зовут, Гриш? Как мы его назовем? Крафти. Ух ты! Крафти. У нас теперь новый друг Крафти. Это вот такой вот дружочек с блестками внутри. Вообще, я себе его купила, но детям разрешу поплавать. Так и быть. Купили мы его в фикс-прайсе 300 или 350 рублей. Или 399. что-то вот 300, что-то там рублей. До 400. Вот. Хорошая надуля. Он у нас простоял. Все, не сдулся. Надеюсь, проживет больше одного дня. Вот. Искренне в это верю. А тот ананас, который у нас на даче, мы его видели в детском мире, он сейчас стоит 1000 рублей. Я думаю, блин, ну за 1000, вот он все равно рвется по швам. И он наш тоже продолжает рваться по швам. Вот. Поэтому я не готова чтобы 1000 потратить и чтобы он тоже порвался. Наш подклеив, который там. Говори, Гришу, что? А знаешь, что это за буква? Сейчас ты пристегнешься и расскажешь, хорошо? Точкой. А что такое? Восклицательный знак. Правильно? Да. Гриша, ты сейчас пристегнешься и расскажешь. Помнишь, что у нас договор был с тобой? Гриша скоро день рождения. Он пока присматривает себе подарочки. Все, идем дальше смотреть? Я хотела на дувашки посмотреть. Тут все скидки в детском мире. Лодка какая-то, смотрите. Представляете, здесь не работает кондиционер. И здесь жарче, чем... Здесь просто включили печку в детском мире. Здесь... Вот смотри, какие тут игры есть. Пакетик за 350 рублей. Так, пока Гриша смотрит, мы тоже что-то смотрим. Смотрим, смотрим, что-то смотрим. Где все для лета? Я что-то не вижу вообще. Вот тут что ли? Я хотела на дувашки посмотреть. Тут, наверное. А вот они. Вот они, вот они. Это в коридоре кого-то, это кондей. Фём, ну вот смотри, стой, иди маску посмотрим. Гриша у нас любит нырять. 900 рублей стоит маска. Мне кажется, дешевле. У меня фотка есть из ленты, там, тысяча с чем-то она стоит. Набор. Вот такая, смотри. Нам еще... Сейчас я посмотрю. Мы обе едем за земелькой и за стеллажом. А на улице плюс 40 у нас, представляете? Ну, там 30. 37. Ну, это еще, кстати, не самый обед. А тут прекрасно. Тут вообще хорошо. Пойдем дальше. Давай, папу догоняй, он тебя повезет. Я тебя переверну. Мам. Давай. Вентиляторы, люди раскупают. Налево. Сюда. Ужас, а вот этот ввел программу человек пока все дома. Это же он. Мне кажется, он. Так, мы едем за стеллажом. Вот можно не такой широкий взять. у нас у нас Я пиво хочу. Сейчас. Так. А нам надо вот, чтобы полка не... Давай его возьмем. Высота у него такая же? Давай возьмем. Хорошая цена, сейчас скидка. Номер 2. Ну, все, берем его. Отлично. для утюга. Людей никого в выходной день. Мне кажется, мы одни в этом отделе. Просто все на дачах, на пляжах, загорают, ловят теплые. Казончик, да. А почем сейчас стоит? Ну, по 100 рублей брали, по 99. Ну, да, он сейчас так и стоит. Но нам он не нужен. Идем на земельку. Мне надо подсыпать еще газончик земелькой. Вот мы идем брать. Смотрим, что почем. 200 рублей, 25 литров, 300 рублей, 40 литров, а мы брали в прошлом самом конце. Вот смотри, 60 литров, 20, 150, 70 рублей, 10 литров, 70 рублей получается. А здесь 120 литров, чуть-чуть подешевле получается. Там получается 400 плюс 400 800 рублей за 120 литров, если брать меньше пачка. Ну, это вроде бы ой-ой, падает сейчас быть. Держу, давай. Опа! Пачка, все. Все в порядке, едем. А стеллаж я вам показала, стеллаж мы взяли. Так, показала, по-моему. Все, едем на кассу. Что тут еще есть в магазине Оби? Тут очень прекрасный климат. Спасибо всем, кто отвечает за климат-контроль в Оби. Здесь очень прекрасно, потому что мы были в детском мире, а там не работает кондиционер, там бедные продавцы, они просто плавятся. Пряные травы. землянички, землянички. Это газончик. Все для газона. Вот этот отдел я очень люблю. Здесь красота, декор для дома, цветочки. Замиакулька с 10 тысяч, у меня похожий, кстати, есть. Здесь тысяч стоит. Ничего себе. Саха какая. Ну-ка посмотрим, что там для дачи. Наши качели. Ух ты, может, как маленький горшочек. Наши качели. А тут они, кажется, такими маленькими. Мы когда вот их покупали, сюда пришли мы, такие маленькие. У нас, мне кажется, повыше они, да? Мы их просто... А домой принесли они, такие огромные в квартире. А тут, кажется, что они вообще... Качели. Ага. Накопи, Гриш. Накопи, пожалуйста. Я прям рекомендую вот эти качели, самые-самые, самые удобные, которые я пробовала. Гриш, не надо туда с ножками. Вот такой на даче надо, гамачок. 70 тысяч рублей, Гриш. Это очень много. Это очень... Это... больше, чем платёж по ипотеке. 169 рублей берём от мух. Мухи просто заколебали. Беседки, их просто там тьма. Будем их ловить. Для ящериц, кстати, да, будем ловить? Для ящериц. Ну, тогда... Тогда не надо, да. Ладно, не будем травить ящериц. Очень. Очень красиво. Людей нет, очередей нет. Красота. Самый ходовой товар. Бассейны. Мне кажется, прям покупают их, смотри. И вентиляторы тоже. Ходовой товар. Жара такая. Ребята, на улице плюс 800 градусов. Сейчас мы бассейн почистим от мошек. Кирюшка уже там. Плавка готов. Кто там? Чё там? Чё там? А? А что там на мангале? Ой, а кто это? Кузнечик, что ли? А чё это такое? У него за шип. Вот это вот. Чё это? Ты ещё не знала? А кто это? Кузнечик у тебя такой. Нет. Это что? Я не знала. Это, может, саранча? Это кузнечик. Ого. Вы знали, что вот что-то? Кто это? Сарцом скажет, кто это. У него шип вот здесь вот. О, так пахнет здесь невкусно. А он воняет так. Это он воняет так? О, Гришанька пошёл. Тём, кто это с шипом? Посмотри вот это вот. Кто это? Вот это. Ого. Это не кузнечик. Кирюш говорит, у всех кузнечиков так. Нет, ну не у всех. Я не знаю, может, это какая-то разновидность? Не знаю. Кузнечик. Может, это самка вообще? Ага, богомолок. С этими. Ух ты! Опять, кто вот оставляет вот это? Не знаю. Вот это класс. Супер. Мы рекомендуем. Вон такой круг из фикс-прайса. За 300 рублей. Или за 350. Не, не 300. 390 или 350. Вот точная цена. А там, знаете, слон ещё есть и фламинго. Вот. Сейчас будем избавляться от мух. Так. Ну что? Ой, какая сидит. Ой-ой-ой. Муха-цикатуха. Сейчас мы её... Маскитол. Тому не кусают. Смотрите, как они сливаются. Их практически не видно. Вот раз. Висючка, виселка, липучка, лента. Всё это. И вот два. Вот она висит. Можно было ещё проволочки взять в каком-нибудь цвету дерево, чтобы вообще незаметно было. Ладно головой не влезть. И вот ещё одну я повесила. Вот она. Но пока никто не прилип. Особенно, когда еда здесь. В беседке их много. Посмотрим, посмотрим. Забыла я купить. Надо бумажное полотенце. Очень удобно. Такие салфетки мы не используем. В беседке их ветром сдувает. А вот это полотенце очень удобное. Надо купить. Написать себе в список покупок для дачи. Мухи в шоке от жары. Так, ну что? Титан МС. Я вообще-то читаю. Металлический стеллаж для офиса, дома, гаража. На 30% быстрая сборка. Благодаря самозатягивающейся гайке. Гаечный ключ в комплекте. Ничего себе. Установка дополнительных полок с шагом в 25 мм. Нагрузка 500 кг. На полку стоит 100 кг. Полок 5. Собираем. Кормим голодушек. Голодушки сегодня у нас едят пельмени на обед. Шашлык вечером. Пельмени на обед. Ермолина. Элитные с говядиной. Рекомендуем. Майонезик. Пожалуйста. Мама, намочек. Еще одно средство от насекомых. Это ароматические палочки из фикс прайса за 200 рублей. 5 палочек. Подойдут для загородных домов и для отдыха на природе. Гешета-липучка. Сейчас руки потом липнут. И не помоешь их ничем. Из натуральных растительных эфирных масел от комаров всех летающих. Удерживайте палочку под углом. Подождите и дайте прогореть 10-20 секунд. Аккуратно задуйте пламя. Поместите палочку в землю или цветочный горшок, наполненный песком или землей. Так, так, так. 3 минуты, пока аромат распространится. Поместите несколько палочек вокруг места использования. 0,5 метров друг от друга. Они очень приятно пахнут абрикосиком. Сейчас вам покажу. Вот они. Опа. Вот такие палочки. Здесь их 5 штучек. Одним с вами их поджигать. Вот там, где они собирают стеллаж около детского домика. Тенек. И там очень много комаров даже днем. Даже вот. Полчетвертого. Полно. Сейчас мы их зажгем палку. Так, мы задули эту палочку. Теперь от нее идет вот такой. Тимок. Похоже на какой-то кальян фруктовый. Сейчас мы куда-нибудь вот сюда курим комаров, и они все уйдут. Похоже, палочки только не ароматические. Продавались в этом. Тоже в экспрессе. В начале сезона их все раскупили. Они были такие толстые и зеленые. Говоришь, что, спортом занимаешься? Пахнет приятненько. Реально, как кальян фруктовый. А. Ну, тут работа. Давай. Работай. Не мешай. Я, нет, не мешай. Я комаров от вас отгоняю. Вот этой палочкой волшебной. У меня волшебная палочка Гарри Боттера. Отгоняет комаров. Вот так я сейчас сделаю, комаров не будет. А. Мак, ну, мам. Это сейчас папа здесь делает. Так, все было. Хочу вам просто заснять момент. Решание в моменте. Поймал джей. Угу. Вы тоже это видите? Ни дня без спорта. Угу. Что делал, Гриш? Начался? И так мы вышли поплавать. День второй. Нам очень понравилось плавать на соборне. И Гриша хотел рассказать, какой сейчас, какое время наступило, Гриш? Что наступило? Май, декабрь. Какой месяц ты наступил? Июль. И почему это твой июль? Да, мой. Почему? Потому что у меня день, и 9 июля. Да, скоро. Поэтому это мой месяц, июль. Кирюшкин месяц уже был. Май. Месяц у него май. Мой будет месяц в сентябре. А, Кирюшку привязали к ноге? У папы, мак. Привязали. К Сапу. Мы тут плаваем. Ой. Так, здорово. Красота. На месте стоим, топчемся. Ничего не топчемся. Течение прям такое. Водичка вообще теплая, чистая. На берегу. Кто нас так подталкивает сейчас? Сомик один там плавает. Сомик? По имени Кирюшка? Давай, а то мы сейчас камыши поплыем. Ой, да, разворачиваемся. О, тут мы быстро поплыли сразу. Я слежу, чтобы не было змей. У нас тут, представляете, плавают змеи, гадюки. Вот я сейчас прям в воде. Давай, Зай, ты с ножками. Ты не держись, а ножками толкай и греби ножками. И я не хочу. Не отталкивайся. Просто держись за Сапой, ножками, булькой. Как в моторной лодке. Мотор есть? Сильнее только побулькиваешь. Вот мы сейчас. Вот. Вот это скорость мы набираем. Вот другое дело. Сразу видно. Ну, нет. Конечно. Так, Гриш, за змеями смотришь вместе со мной? В воде есть. Тут вот здесь нет головы. У нас сад четырехместный. Мы спокойно четвером плаваем. Тебя, привяжем? Кто так толкает опять? Собор. Давай. Ну-ка. Весло, кстати, здесь. Весло непотопляемое. Вот так оно будет грызти. Видно? Видно, так надо. Вот. Здесь другую. Весло. Другую. Сумышей. Ой, ого. Видишь? Я вот толкаю, смотри. Я не делаю резко. Вот такой сделаешь рывок. Ой, Гриш, держись. Держись. А ты плавненько, смотри, Кирилл. Вот это скорость. Гриш, ты что ли так гребешь резко? У нас как будто мотор сзади. Давай. Мам, ты. Давай. Поворачивай. Гирюша, аккуратно, я упаду. Смотри, как Гриша у нас научился. Лавхакер. Куда? Я тут воронки. А ты там. Все, мы уже в камышах. Давайте обратно плыть, а то я сгорю. Не хочу сгорать. Стеллаж готов. Все, сейчас будете ставить его сейчас? Да. Только пока некуда ставить. Сейчас раздерем. Прежде чем поставить, вот это надо все вынуть. Вот этот угол сейчас будет особо... Ну, в принципе, вот пять пустых этих стоит. В принципе, немножко. Да. Сейчас вот сюда мы его так чик поставим. И здесь будет буква Г стеллаж. Стеллажи. Два стеллажа. Вообще пониже. И не такие глубокие полки. Такой, честно, бардак вот на этих полках. Да, вот если честно признаться, если вы там, положа руку на сердце, скажу вам, что просто здесь. Как делать бардак здесь или тут? А там змеи могут быть, ты знаешь, что она могла заползти. Так она там живет. Она внизу живет, она могла сюда заползти. Ну, каким образом? Ну, вот так вот, так, чик-чик-чик поднялась и заползла. Да что? Это бетон. Она заползла вот сюда вот. И вот у нее вот такое вот место для житья. Периметр. Вот тут она может быть в этой комнате, в сарай она может быть заползти. Это полы бетонные. И что? Они уходят в землю. Артем. Она могла взять вот так вот, ну, заползти и вот где-то там вот под стеллажом сидеть. Яйца там бить. Вот там. Она сюда не могла поднять. Почему это? Она голову поднимает вот так все это. Да прям уж. Ничего не высоко. Скажите Артему, что не высоко. Ну, я думаю, что змея не сможет. Она пишет в комментариях, что сможет. Как не сможет она вот так голову приподнимать? Как она не сможет? Здесь порог наверху высокий. Дядя Саш, сможет змея вовнутрь заползти? А как они в дома заползают? Там тоже пороги. Как там не поможет? Не знаю. Змея могла будет сюда вот заползти? Вот отсюда сюда? Не должна. Да что это она не должна запросто. Вот тут очень камушек есть. Мы просим одного. Напишите, пожалуйста, Артему, в комментариях, что здесь могла заползти сюда, змея. Я смогла. 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 Не смогла. 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 Она заползти. Может, теоретически она заползти. Как они в дома заползают? Через что? Они в воде, когда плавают голову, поднимают на 15 сантиметров. С чего это? Если открыта дверь, она взяла вот через дверь и заползла. Вот она сидит. Поцелую. Тут их две просто. Ха-ха. Да там семье. Вот такой стеллаж. Он чуть поуже от стены. Не такая ширина. Как у этого справа. У этого 60, по-моему. Ой. Смет выключили? А у этого сколько? 45? 40? 40 от стены. А у этого 60 или 65 от стены. Ширина, да. Ну все. Можно теперь заставлять. И места стало как-то больше. Сейчас вот так его поставим здесь. И красота. Прям по полочкам все нам подошло. В верхнюю полочку просто заставляем и все. Вот такая вот красота. Скоро будет. Тут. Хочу вам показать сарайчик. Все поставили обратно. Мне вот очень нравится полка, которая не такая широкая. Я вам рекомендую ставить такие стеллажи с очень широкими полками. Потому что глубокие полки, они забиваются. И вот тут, например, стоят у нас эти стеллажи. Сколько места свободного вот здесь. Вот оно просто вот не нужно. А вот эти полочки здесь, в принципе, и органайзер можно и так поставить, и так поставить по высоте. Вот, собрать. Не очень, конечно, как-то все так выглядит. Купить похожие ящички или органайзер и все сделать аккуратненько. Вот так, конечно, лучше, чем было в старом сарайчике. У нас получается одна сторона теперь. Вот так выглядит. Здесь цемент, ящики для, наверное, фруктов и овощей. И вот здесь газонокосилки, скарификатор, дробилка и стол вот такой с Артемиными инструментами. Вот, такой у нас сейчас сарайчик для всяких нужных вещей. Вот так выглядит лето Григория. Гриша, улыбайся. Кирилл с телефоном там. Артем замариновал мясо. Соль, лук и черный молотый перец. А, немножечко воды и немножечко масла подсолнечного. Вот такой вот рецепт. Прям только что, прям 5 минут назад. И сейчас уже будут готовить. Свежий маринад, прям буквально перед. Свежая. Привет всем, передай, ребятам. Привет всем, передай. Привет, передай. Привет. Ну, бумажь и... Иду. Вообще молодец. Тут у нас будет вареная кукуруза, она уже готова. А, кстати, вот мама говорит, что ты воду не сольешь? А я воду вообще не сливаю. Они получаются все время горячие. Вот мы сварили 3 часа назад. И кукуруза до сих пор горячая. Вынимаем, солим в руке и едим. Все, я не сливаю воду. Они правда у меня хранятся. Так, вилочка мне нужна. Бакушаны потемнели так быстро. Кукуруза на шее толстая. Никого, никого, я смотрю, никого нет. Здесь у нас сейчас будут кабачки с чесноком, с укропчиком готовятся. Первеная летняя закуска. Кабачочки. Е-мое. Жарятся, а не жарятся. Аромат просто потрясающий на все вокруг дачи. Аромат просто волшебный. Мне пришла одна. Аромат. Ой, ой, ой. Хароматизируй. Угу. Смотрится потрясающе. Толику. Толику. Ой, у вас там горит что-то. Нет, не успею. Подгорает. Вот я еще овощей нарежу. Закуска получается обалденная. Тут у нас получается... Ой, сейчас слетело. Свернем. Кабачок, чеснок, соль, майонез, помидорка, чеснок, майонез. Просто вообще сверху укропчиком. Сейчас мы еще посыпем. Все будет вообще супер-пупер. Закусочка готова. Несем ее на наш ужин. Наш выходной... Ой, аккуратно. Сейчас ребятам там заценить. Так, дядя Саш, надо срочно заценить, попробовать закуску. Давайте. Вы первые, тестируйте. Короче, я пробую. От одного до десяти. Аккуратно. На сколько? Я даже пальчики облизу. Гриш, ты будешь такое? Девять баллов минимум. Девять? А почему не десять? Я что-то не поняла. Девять, девять. Дядя Саш, было всего десять. Артем, давай. От одного до десяти. Надо оценить. Самый маленький выбрал. Комар, от одного до десяти, говори. Я жду. Я жду цифру. Быстро. Двенадцать. Вот. А дядя Саш сказал девять. Он неправильно. Он не угадал. Девять и девять. Ты будешь? Ты будешь такое? Попробуй. А что ты, кабачок с этим? Вкусно. Попробуй. Я тебе рекомендую. Так, ну все. Девять и двенадцать. Оценивают. По десятибалльной шкале. Нам нужны тарелки. Вилки, тарелки. Надо срочно разобрать все шкафы, потому что все в таком беспорядке. Сегодня всем кукурузку, тарелки и вилки. Стаканчики каждый себе сам возьмет. Все уже готово. Идем на ужин. Наш вечерочек. Саборт отдыхает. Артем, забери мне, пожалуйста, тяжелые тарелочки вот на кукурузе вместе. За них, держишь? Давай. Кирилл, Гриша, пойдемте кушать. Вытирайтесь. Гриша, Аня, пойдемте кушать. Кушать. Заказали на Озон лампочки дополнительные для нашей гирлянды. Сколько их здесь? Тридцать, по-моему. У них так не светит совсем. Ну, тоже хорошо светит поярче. Даже вон, смотри, вон. В паутине все. Сейчас будем менять. Все. Еще есть пустые места. Вот два. Вот две лампочки. Куда можно их. Какой-то высокий, а? Мне даже они больше нравятся. Кручиваем. Надо посмотреть, где-то еще один есть. Не горячий, по-моему, много было, не хватало. Здесь, посмотрю, где еще. Да. Можно еще одну докупить и сделать еще длиннее ее. Она одну в другую соединяется. Я тебе скажу. Есть. Так, надо посмотреть. Я тебе покажу видео. Там выкручивается, там, с одной стороны, где... Какой-то страны самая последняя. И к ней подсоединяется. Все? Есть еще? А, вот она. Вот патрон. Смотри, вот он, патрон. Там, прям над столом. Надо как закрутить.